Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, Свиляндия. И в этом видео попытаюсь рассказать и показать, какие скидки есть в Лидоле и почему многим непонятен этот чек, который мы получаем из Лидола. И многие думают, что их обманули, им посчитали неправильно. Ну и когда вот этот длинный чек вы посмотрите, да, разобраться в этом чеке нужно уметь. Ну и конечно проблема, если по-фински особо не понимаете, нужно с транслейтером или просто брать каждый предмет и искать его, с какой позиции вы его купили. Ну и в многих магазинах все скидки даются вниз, но в Лидоле эти скидки разбиваются. И если у вас есть, например, вот такая установка в телефоне, я специально позвонила, в Лидоле есть бесплатный телефон, если по-фински говорите и живете на стороне Финляндии, там есть бесплатный телефон, куда можно позвонить и все вопросы задать. Точно такой вопрос задала я, может ли русский турист, ну я сейчас говорю про русскоговорящих туристов, приехавших в Финляндию, установить себе вот такое приложение и получать скидки с Лидола. Да, ответ был дан, да, можно, но его нужно установить с финской программы и на финской стороне. В первом любом Лидоле, когда откроют границы и опять наши любимые русские туристы будут приезжать в Финляндию, шопятся, Лидол самый любимый магазин многих, пожалуйста, устанавливайтесь и эту программу на финской стороне и вы будете получать все скидки и бонусы, то что имеет Лидол. Например, в призме такую эскорт карточку вы получить не можете, в призме карточка выписывается только людям, которые живут постоянно, в Финляндии у них есть телефон и адрес финский. Ну и с другой стороны, если у вас какие-то друзья, соседи и родственники живут, оформите, по-фински называется Риннакайскорти, можно оформить вот такую параллельную карточку и пользоваться ей, это никакая не проблема. Но вот в Лидоле мне объяснили так. И хороший пример, значит, вы идете в магазин и вот эта колбаса с салями, я сегодня тоже такую колбасу купила, вот эта финская салями у нас стоит 5,99. Вы видите за килограмм цену и написано Макс, как с каппалой купонки, то есть только две штучки можно купить вот за эту цену 3,99. И в магазине эта колбаса отмечена 5,99, но там стоит вот такой указатель Lidl+. И когда вы подходите к кассе, с левой стороны установлен, куда этот телефон нужно прикладывать, и вам высвечится вот эта ваша скидка. Так что не пугайтесь, если на ценнике написано 5,99, вы подходите к кассе, нажимаете телефон и цена будет вот такая. Если что-то случилось и цена вам не вышла, вы чек не выбрасывайте, это всегда можно будет показать. Но в Lidl всегда, как говорится, высвечивается. И вот я покажу сейчас пример. Значит, две колбасы я вот этой палки купила, 5,99. Lidl плюс 6,100. 4 евро вычли. И вот еще была маленькая скидочка с этой колбасы. Так что, народ, не пугайтесь, смотрите чек, и я думаю, что вы первый раз, может быть, и не разберетесь, но второй и третий раз разберетесь. И вот эти скидки всегда отмечаются толстым, подчеркнутым, даже человек с плохим зрением, конечно, чек очень маленький, может все разобрать. И этот же чек, когда у вас будет такое же предложение, он будет приходить к вам еще в телефон. Если, мало ли, вот этот чек вы потеряете, у вас точно такой же чек будет в телефоне. И про Lidl я рассказывала много-много раз, но расскажу еще раз, потому что вопросов задают практически каждый раз после того, как я прихожу с Lidl. Ну и давайте разбираться с самого начала, в Lidl всегда все скидки и все предложения по неделям, и обычно начинается с четверга и до воскресенья. Есть, например, позиции, которые продают целую неделю, и неделя переходящая. Вот на прошлой неделе у нас был сыр, кока-кола и так далее, и так далее. Ну и на этой неделе уже мы готовимся к Пасхе, и вот у нас, пожалуйста, кюмпи-мямми продают уже со скидкой. И если вы этот товар не найдете, вот такой значок тоже в помощь вам, всегда написано по касте, то есть вот этот продукт вы найдете в морозилке. И всегда отмечается сколько, если очень-очень дешево что-то можно купить, всегда отмечается колме пакете или пе-ко-те пакет, вот про картошку мы сейчас говорим, перталоуш, то есть в одни руки. Если вы берете вот это все на один чек, вам пробьют, если вы мало ли возьмете 4, вам пробьют 3 по цене 99 центов, и если вы возьмете четвертую, она будет стоить евро 45. Но если вы, например, идете парой, муж и жена, вы можете взять 3 штуки, будет вот такая 99 центов, и четвертую пробить на отдельный чек, будет тоже 99 центов. Ну и, конечно, вот здесь написано пайстопистоска, это у нас то, что пекут в лидоле, и теперь запрещено брать только щипцами, помните, никаких не пакетов и так далее, и так далее, то есть всегда только щипцами. И если у нас вот такие предложения, например, о вещах, здесь даже стоит время, то есть эти вещи выкладывают в 9 часов утра. Если вы приходите в 8 часов утра, они могут быть выложены, могут быть нет, но вот в 9 часов утра они уже, как говорится, выкладывают. И всегда смотрите на вот эти значки, если вы будете искать, вы будете знать, что пока что-то, то есть в морозилке или не в морозилке. Ну и, конечно, много-много скидок, которые идут вот по этому плюс, если вы в телефон себе такое установите, это всегда очень хорошее предложение. И, конечно, бонус 10 евро, 14 евро, 15 евро и так далее, и так далее. Чем больше покупаете, тем больше бонус. Ну и, конечно, такс-фри не забывайте оформлять. Я думаю, про такс-фри отдельно рассказывать не надо. Кто туристы ездит в Финляндию давно с Российской Федерации, они помнят, что такс-фри тоже можно оформлять. И вот хороший пример у нас деликатесы. Видите, тут тоже можно набирать все, что вы хотите. И макс 4 штуки каппале вот за этот кубонги, вот за такой талончик. Груасаны, фарш. И здесь у нас будет валмесатреа. И, конечно, перечислено, какая еда, потому что еды очень много. И еще перечислено, какую еду можно купить вот с 20% скидкой. Ну и, конечно, если вы в субботу шопитесь, помните, в субботу всегда в Лидоле Супер Лавантай. То есть эти скидки действительно только в субботу. И, к сожалению, бывает, они делают такую скидку. Ну, если вы приходите в субботу вечером, это уже как прийти к шапошному разбору. Там может быть просто, как говорится, остатки сладкие. Так что, если вот такое очень что-то хорошее вы в субботу видите Супер Лавантай, идите прям с утра или днем, может уже к вечеру этого не быть. И точно так же, вот здесь, например, такие спортивные треники 7,99. И, конечно, самые веселенькие цвета раскупят очень быстро. Но вот эти черные могут еще и к вечеру остаться. Всегда очень что-то дешево можно купить. Но помните, народ, ограничения. Вот здесь тоже этих шикарных конфеток. Можно купить только 4 упаковки. И когда вы этот чек будете штудировать, я тоже всегда беру чек на бумажке, хотя этот чек есть и в телефоне. И тоже всегда люблю посмотреть, что же я купила и сколько я за все-за все заплатила, все ли правильно было посчитано. Я, конечно, тоже люблю все это проверить. Но вот сколько Лидал в Финляндии есть, больше 10 лет этот магазин у нас есть. Здесь ни разу не было такое, что, например, неправильно посчитано или посчитано, и так далее, и так далее. И, конечно, чек лучше сохранять, если что-то случилось, и в следующий раз вы этот чек можете показать. Это никакая проблема. И в каждом Лидале есть человек, если на кассе сидит обыкновенный продавец, он по связи объявляет и приходит. Главный по этому магазину, который разберется с вашей ситуацией, это никакая не проблема. И даже если по-фински вы не говорите, показать пальцем, что неправильно у вас были, вы взяты деньги, взяты, да, это никакая не проблема. Так что, народ, не стесняйтесь, всегда спрашивайте, всегда уточняйте, в Лидале очень хорошая обслуга, и я надеюсь, что вы разберетесь и найдете в своем телефоне вот такую программу. Подписывайтесь, не хворайте сам. Была Оля из Тампры. Всем физкульт-привет! Продолжение следует...